Сегодня я хочу поговорить о том, как нам, христианам, будучи отдельными личностями, подходить к тексту Библии и толковать ее. Существуют ли какие-то принципы толкования, которые позволяют удаляться от ошибок и приходить к здравому толкованию Библии? Прежде чем начать, позвольте обратить внимание на ответ Рима Католической Церкви Мартину Лютеру и его принципу частного толкования. Одним из самых важнейших аспектов контрреформации был созыв Экуменического Собора для ответа Лютеру, Кальвину и всем реформаторам. Собор прошел в Триденте, в Италии, и сейчас известен как Тридентский Собор. В шестой сессии Собора Церковь определила свою доктрину оправдания и подвергла анафеме различные протестантские доктрины по этому вопросу Евангелия. Однако перед этим, на четвертой сессии Тридентского Собора, Церковь исследовала вопрос об источнике Откровения и канонических книгах Писания. В четвертой сессии, обратите внимание, прозвучали следующие заявления как определение Собора. Святой Собор, считая, что Церковь Божия принесет немалую пользу провозглашение того, какое из всех латинских изданий священных книг считать истинными, определяет и провозглашает, что именно древняя латинская вульгата святого Иеронима, которая использовалась и была одобряемая Церковью так много столетий, в публичных лекциях, диспутах, проповедях и разъяснениях, должна считаться истинной, и никто не может осмеливаться и порываться под каким-либо предлогом отвергать ее. Итак, в этих словах мы видим определение истинности и канонизацию латинского перевода Библии. Но очень интересно, что следует за словами о канонизации. Более того, чтобы успокоить безудержные духи, Собор определяет, что никто, полагаясь на собственное суждение, в вопросах веры и морали в христианских доктринах, не вправе искажать Священное Писание под свое собственное восприятие, не вправе посягать толковать Писание противоположно тому толкованию Святой Матери Церкви, которой одной дано судить об истинном значении и толковании Писания, также толковать противоположно единому учению Святых Отцов. И такое толкование не должно быть когда-либо опубликовано, а кто осмеливается ослушаться этого решения Собора, будут найдены властями и наказаны в соответствии со статьями законодательства. Итак, в четвертой сессии Церковь вступает ногой и давит на протестантскую доктрину частного толкования Писания. Но в этом конкретном решении Собора, которое я только что зачитал, мы видим то, что часто случалось на Тридентском Соборе, а именно, когда пушки Римской Церкви целились в реформаторов, они сильно промахивались по мишени. То, что они атаковали, было всего лишь карикатурой и даже близко не звучало, как доктрины, одобряемые или отвергаемые реформаторами. Иногда пушки Собора метко попадали в Лютера и Кальвина, но это утверждение, которое я прочитал, показывает, как много на Соборе было путаницы. Давайте прочту еще раз, чтобы вы точно поняли решение Собора. Решение провозглашает, что никто, полагаясь на собственное суждение, в вопросах веры и морали в христианских доктринах не вправе искажать Священное Писание под свое восприятие. Давайте тут остановимся и зададимся вопросом. Согласились бы Мартин Лютер или Жан Кальвин с этими утверждениями? Да, всем сердцем, потому что Лютер и Кальвин понимали, что право частного толкования Библии не включает в себя право искажать значение Библии. С правом и привилегией частного толкования всегда приходит священная, святая и трепетная ответственность правильного толкования. Верно преподающим Слово Истины. Частное толкование никогда не является разрешением искажать Библию. Таким образом, эта часть четвертой сессии, мы с ней согласны, но что идет дальше после той запятой? Там начинается проблема, поскольку там говорится, «Никто не имеет права пытаться толковать противоположно толкованию Святой Матери Церкви, которая одной принадлежит и будет принадлежать право судить об истинном смысле и толковании Писания». Итак, решение говорит, что мы не только не имеем права толковать Библию искаженно, но мы не имеем права толковать Библию так, чтобы наше толкование отличалось от толкования Святой Матери Церкви. Потому что если Церковь истолковала Писание, то вопрос о смысле Писания был решен раз и навсегда. А право частного толкования не дает тебе права толковать так, чтобы твое учение расходилось с учением Римской Церкви. Вот в этом пункте Лютер, Кальвин, Свингли, Беза, Буллард и все остальные сошли с поезда. Они сказали нет. И причина, что они сказали нет, в том, что Римская Церковь не является непогрешимой. Потому что суждения Церкви, соборы, и все мы допускаем ошибки. И никто, в том числе Церковь, не имеет права искажать Писание. Теперь давайте рассмотрим некоторые элементарные принципы толкования Писания. Вместе с принципом частного толкования, Лютер и другие реформаторы установили принцип буквального толкования Библии. Я часто слышу от многих про буквальное толкование Библии. И многие спрашивают меня, «Вы толкуете Библию буквально?» Обычно они даже не совсем так задают вопрос. Обычно они не спрашивают, а утверждают. А потом задают вопрос. Они говорят, «Роберт, ты ведь не толкуешь Библию буквально». Это утверждение. А потом вопрос, «Правда?» Это звучит как, «Невозможно представить, чтобы в 21 веке кто-то в здравом уме, отучившись хотя бы в начальной школе, был бы настолько глупым и странным, что стал бы толковать Библию буквально». Вот такое мнение. Ты не толкуешь Библию буквально, правда? Когда люди говорят мне такое, я никогда не отвечаю «нет». И никогда не отвечаю «да». А что я отвечаю? Когда кто-то говорит, «Ты не толкуешь Библию буквально, правда?» мой ответ всегда стандартный и одинаковый. Конечно, я толкую Библию буквально. Реакция обычно, «Ух ты!» Как еще можно толковать Библию? Много путаницы насчет того, что такое буквальное толкование. Когда лютеры-реформаторы установили принцип толкования Библии в соответствии с «сенсус литералис» или «буквальным смыслом», вот что они имели в виду. И что мы имеем в виду. Толковать Библию буквально значит толковать Библию так, как она написана. Вуаля! Когда вы исследуете текст Писания, вы должны понимать, что в Библии есть многообразие литературных жанров. Вы должны понимать, что некоторые части Библии написаны в виде писем или посланий, некоторые в виде исторического повествования, некоторые в виде новозаветных притч, некоторые в виде ветхозаветных притч, некоторые в виде поэзии. Поэтому должен быть разный подход к толкованию поэзии и, например, исторического повествования. Мы должны все это учитывать. Итак, толковать Библию буквально означает, что ее нужно толковать так, как она была написана. Теперь, что буквальное толкование не означает? Никто не имеет права, рассматривая историческое повествование в Писании, превращать его в некий моральный символизм. Либералы 19 века были мастера в этом деле. Я вырос в церкви. Я тогда был неверующим. Церковь была очень либеральной. Наш учитель, пастор, учил нас о чудесах Иисуса. И он сказал нам, что на свадебном Перу в Кане Галилейской случилось то, что в каменных водоносах вода была смешана с винным осадком, который там уже был. В целом, это была вода, но люди на свадьбе уже так напились, что когда им принесли эту смесь воды с осадком, люди подумали, что это лучшее вино, так как они уже были совсем никакие. Или же, как сказал пастор, они просто пили воду, а значение текста в том, что в конечном итоге вода – это самое лучшее вино. Также он заимствовал от немецких либералов идею о кормлении пяти тысяч. Он дал два возможных толкования. Первый очень хитрый, что Иисус и его ученики спрятали большой запас еды в пещере с тайным входом. Подобно фокуснику, Иисус был одет в длинную одежду. Как вы видели, фокусники вытаскивают бесконечные ленты из своих рукавов или какие-нибудь сосиски. Таким образом, рядом с Иисусом было множество ведер с хлебом и рыбой, которые ученики Иисуса заранее спрятали. А теперь они из тайной пещеры доставали хлеб и рыбу, а Иисус из-под полы и рукавов доставал хлеб и рыбу и накормил пять тысяч человек. Это одно толкование, которым и нас учили в церкви. Другое было в том, что история на самом деле была о маленьком мальчике, который подошел к Иисусу со своим обедом и пожелал поделиться. А настоящий смысл текста таков. Некоторые люди пришли со своими обедами, а у других ничего с собой не было. А когда к полудню все проголодались, Иисус в своей способности учить морали смог убедить всех, у кого с собой были обеды, поделиться обедами с остальными. Таким образом, это якобы было этическое чудо. Вот так меня учили о значении чудес. Подобным образом, богословы смерти Бога, например, Ван Бурен, говорили, что Библия на самом деле учит. Они же не могли согласиться, что Иисус действительно вышел из гроба. На самом деле, якобы с учениками случилось помутнение, то, что еще до креста, в общем, ученики не понимали, кто такой Иисус. А когда Иисус умер, у них случилось ненадолго помутнение от горя и плача, а потом воскресение до них дошло. Кто такой на самом деле Иисус? И они сказали, ух ты, теперь мы видим. Поэтому, якобы, когда Библия говорит, что они видели Иисуса, это не значит, что Он появился перед ними, и своими глазами они, конечно, ничего не видели. Вместо этого с ними случилось внутреннее прозрение. Вот пример того, как нельзя толковать Библию. Это мы называем нечестной экзогезой. Эти богословы хорошо знали, в каком литературном жанре до нас дошли эти библейские тексты. В тексте нет символики морализма. Это тексты, относящиеся к жанру исторического повествования. Конечно, вы можете отвергнуть содержание текста, но у вас нет права искажать текст и утверждать, что текст якобы учит тому, чему текст никогда не учил. Когда я был в семинаре, у нас было задание написать работу по экзогетическому анализу еврейского текста. Я учился в школе критического анализа писания. Я написал работу по историческому повествованию как по одному из жанров, в котором написана книга пророка Ионы. В книге только молитва Ионы написана в виде поэзии. Мой профессор, который сам отучился в колледже, закончил он с красным дипломом, также закончил пару семинарий, получил докторскую степень по специальности еврейский язык и ветхий завет. Он преподавал в семинаре около 40 лет уже. Так вот, он был так впечатлен моей работой. Он не только поставил мне пятерку, он также сказал, нужно опубликовать твою работу в каком-нибудь научном журнале. Я ответил, зачем это делать? А он сказал, твоя работа удивительно инновационна. Он сказал, что не встречал нигде и никогда, чтобы кто-то пытался утверждать, что книга пророка Ионы была написана в жанре исторического повествования. Я подумал, да где вы были? Я ответил, что не буду публиковать работу, так как меня сразу осудят за плагиат, ведь вся моя работа отражает просто классический ортодоксальный подход к пониманию книги пророка Ионы. Но выяснилось, что этот преподаватель со своим обширным образованием никогда не сталкивался с ортодоксальным подходом. Есть такая вещь, называется либеральный обскурантизм, либеральная невразумительность. Опять же, неправильно относиться к повествованию как к поэзии, а к поэзии как к историческому повествованию. Я однажды видел по телевизору дебаты об исполнении пророчеств. Защитник исполнения пророчеств говорил, хорошо, вы хотите толковать Библию буквально. Вот в отрывке говорится о гигантской саранче, которая однажды придет и покроет землю в последние дни. Дальше он сказал, что речь может идти только о вертолетной атаке. Вот к чему вы придете, если будете толковать Библию буквально. Я ответил, но уж нет. Если вы хотите буквального толкования в вашем понимании, то вам следует говорить не о вертолетах Апачи, а о гигантской саранче. Я хочу показать, что порой Библию превращают в восковую фигуру, так что можно придавать ей любые формы, искажать ее смысл и делать так, что Библия говорит то, что мы хотим, чтобы она говорила. Против этого старались предостеречь реформаторы. Поэтому, с одной стороны, они пытались освободить Писание от католической кафедры, чтобы лев Библии был выпущен на свободу. С другой стороны, они были внимательны к тому, чтобы разработать принципы толкования Писания. Самый важный принцип уже упомянул Джон МакАртур, когда говорил об аналогиум скриптурум, аналогии фидеи, то, что мы именуем аналогией веры, Верховный принцип толкования Библии звучит так. Священное Писание само толкует себя, или толкуем Писание Писанием. Тут нужно быть внимательным. В наши дни существует бесконечное множество профессоров в евангельских семинариях, которых учили критическому подходу к Писанию. Если вы спросите их, вы верите, что Библия это слово Бога, они ответят да. Вы верите в богодухновенность Библии, да, вы верите в ее безошибочность, да, но они разработали метод, который называется атомизм, от слова атом, как в атомной энергии. В этом методе мельчайшие детали Писания рассматриваются вне их связи с остальной частью Писания. И они говорят мне, не говори, что Павел пишет я рассматриваю только, что Павел пишет об оправдании в послании к Галатам. Погодите немного. Вы должны учитывать для правильного понимания Писания не только ближайший контекст, но контекст всей Библии. Если мы действительно верим, что Библия это слово Бога, и что Бог не говорит двояко, то мы не можем прийти к выводам, что один отрывок Библии где-то противоречит другому. Если я пришел к такому выводу, так колокольчик должен зазвенеть у меня в ушах, подсказывая Справл, ты либо неправильно понял послание к Галатам, либо неправильно понял послание к римлянам и Ефесянам, потому что Писание толкуется Писанием. Думаю, что одно из самых больших современных проблем в наши дни в толковании Библии, это, как Справл младший говорил, выступая утром, модернизм или постмодернизм. В постмодернизме мы наблюдаем широко распространенный релятивизм, эпидемию релятивизма, которая утверждает, что не существует объективной истины. Мы рассмотрели со Справлом младшим, что существует три эпохи. Классическая эпоха, в котором истина определялась теорией соотношения. Истина определялась тем, как она соотносилась с реальностью. Истина объективна. Даже Рудольф Бултман в своих работах по толкованию указывает, что значение греческого слова «истина» включает в себя, помимо прочего, соотношение с реальностью, описывает реальные объективные события. Итак, исторически, классически у нас был объективный взгляд на истину. Затем пришла эпоха модернизма, просвещения. Истина стала определяться не тем, что объективно существует, а тем, что один человек смотрит на то же самое отлично от другого человека. С какой точки зрения мы смотрим, определяет наше восприятие истины. Таким образом, истина определяется тем, как мы ее воспринимаем. Наконец, модернизм уступил место постмодернизму. Истина стала вопросом предпочтений. Релятивизм в чистом виде, полный субъективизм. На прошлой неделе в церкви Джона МакАртура во время пастерской конференции, во время вопросов и ответов поднялся вопрос о постмодернизме. Альберт Моллер, президент Южно-Ваптийской семинарии, поделился замечательной иллюстрацией, которая раскрывает разницу трех взглядов на истину. Судьи в бейсболе по-разному называют броски промахи и броски страйки. В классическом понимании подающий бросает мяч, принимающий ловит его и судья говорит «Страйк на первой». Это страйк. Объективная реальность. Мяч был в зоне страйка и это страйк. Взгляд модернизма говорит что точка зрения определяет реальность. Подающий бросает мяч. Судья был немного в стороне. Принимающий спрашивает «Что было?» Судья говорит «С моей точки зрения где я стою похоже на страйк». Принимающий мяч говорит «С моей точки зрения где я сижу это бросок промах». Но судья говорит «Простите но я сужу так как вижу я». Это модернизм. Постмодернизм. Подающий бросает мяч. Принимающий ловит мяч. Судья молчит некоторое время. Принимающий не выдерживает и спрашивает «Что было? Промах или страйк?» А судья отвечает «Ничего не было». «Пока я не скажу что это было». Это может казаться смешным когда речь идет о бейсболе но мы не играем в бейсбол когда имеем дело со словом Божьим. Такие подходы неуместны по отношению к слову Бога. Позвольте сказать кое-что. Сколько значений у библейского текста? Сколько правильных значений? Одно. Может быть 10 тысяч применений к жизни у каждого библейского отрывка поэтому читая один и тот же отрывок вы каждый раз можете учиться чему-то новому в применении к своей жизни но правильное значение у отрывка только одно. Но в постмодернизме не существует правильного значения. Все подобно картине художника. Вы спрашиваете художника что ты имел ввиду? А он отвечает я имел ввиду что угодно я рисую и ты толкуешь. Моя картина значит то что ты скажешь что она значит. Картина значит то что ты хочешь чтобы она значила. От такого подхода к толкованию Библии бегите как можно дальше. Вот как это работает когда я учу. Когда я даю мою понимание библейского отрывка всегда бывают люди которые говорят ну знаешь Роберт это твое понимание писания. Когда кто-то говорит мне это твое понимание писания я хочу сказать в ответ у тебя удивительная способность видеть очевидное. Это я только что высказал свое понимание. Зачем говорить мне что это мое понимание мы все знаем что это мое понимание я его только что высказал но но когда люди говорят такое они не имеют ввиду очевидные вещи они не говорят что я источник понимания или толкования иногда они говорят это твое понимание они говорят так чтобы побыстрее опровергнуть все что я только что сказал невысказанная предпосылка и силогизм таков все что Роберт Спраул толкует в Библии он толкует неправильно это его толкование значит это неправильное толкование я написал простую книгу на эту тему под названием познавая писание она опубликована уже более 20 лет назад в этой книге я попытался разъяснить реформатские принципы толкования в доступной форме чтобы люди без семинарского образования могли их понять чтобы они могли избежать ошибок в толковании писания придерживаясь принципов толкования в одной из глав книги я пишу о 10 практических правилах толкования Библии в оставшееся время сегодня я хотел бы просто пройтись по этим 10 правилам так что у меня еще 10 пунктов сегодняшней проповеди не ждите от меня проповедей в которой только 3 пункта никогда не дождетесь и так у меня еще 10 пунктов но я не собираюсь злоупотреблять этим я не собираюсь наскучивать вам развернутыми объяснениями каждого из пунктов я просто постараюсь перечислить их для вас а также дать пару-тройку примеров а если вы хотите более глубокого понимания вопроса вам нужно приобрести книгу не обязательно читать книгу вам нужно главное купить и так вот первое правило чтения библии читайте библию как вы читаете всякую другую книгу что ты же не имел этого ввиду разве библия такая же книга как всякая другая конечно нет библия это единственная книга которая дана нам богом библия богодухновенно в этом смысле библия абсолютно уникальна среди всех книг но не существует такого явления как греческий язык святого духа лютер говорил что во время реформации были так называемые спиритуалисты один из них был так убежден в своем духовном превосходстве что лютер сказал про него этот человек уверен что он проглотил святого духа целиком и полностью в библии глагол это глагол существительное это существительное утверждение это утверждение вопрос это вопрос союз это союз не существует ничего духовного что изменило бы основной грамматический исторический смысл того что написано в библии в этом смысле вы читаете библию как читаете всякую другую книгу не следует открывать библию и тыкать в нее на удачу вы знаете что значит тыкать на удачу бог я не знаю в чем твоя воля на мою жизнь говори мне через писание иуда пошел и удавился не очень приятный вариант иди и делай так же есть люди которые постоянно занимаются таким делом они думают что они получают откровение от бога это безответственное отношение к библии такое якобы чтение грубо искажает ее смысл и наносит оскорбление святому духу который вдохновил ее написание итак читайте библию трезво как вы читали бы любой другой письменный документ второе правило читайте библию экзистенциально здесь нужно быть внимательными может быть я даже выбрал неподходящее слово я не имею ввиду что вы должны читать библию через призму философии экзистенциализма что я имею ввиду это как сказал эдвард амаро будьте там когда вы читаете библейские истории не смотрите на них как на какую-то далекую мифологию из древности но постарайтесь насколько возможно встать на место Авраама когда Авраам слышит призыв Бога пойти на гору моря подумайте что думал тогда Авраам попробуйте почувствовать что чувствовал Авраам не будьте далеки от Писания но постарайтесь войти в реальность Писания как она вам представлена вот что я имею ввиду под чтением Библии экзистенциально не просто как посторонний наблюдатель но как страстно вовлеченный в то что вы читаете кто-то задал мне вопрос на прошлой неделе в Калифорнии мне сказали что я выступил где-то на радио и сказал что когда я изучал философию в университете я научился одной важной истине во время изучения философии я научился принципу критического анализа это когда вы прочтенные в книгах в литературе подвергаете посредством определенного критического аппарата анализу и не спешите к суждениям к выводам не спешите принимать на веру все что вы прочли действительно я получил много полезного в изучении философии я научился критическому подходу сказав этого я должен признать что всякий раз когда я читаю писание все меняется с точностью до наоборот когда я читаю писание я обнаруживаю каждый раз что эта библия подвергает меня критическому анализу а не я подвергаю критике библии я как-то уже сказал если вы хотите по-быстрому пройти процесс освящения я об этом говорил много раз раньше в общем если вы хотите по-быстрому пройти процесс освящения прочитайте библию целиком всякий раз когда вы найдете в библии что-то что вам не нравится ставьте там большую отметку затем вернитесь к началу и перечитайте библию концентрируясь на тех отрывках писания которые вам не понравились вы обнаружите одно из двух либо вы не поняли отрывок с первого раза изучая его глубже вы придете к пониманию отрывка, и он перестанет вам не нравиться. Либо, что еще лучше, если вы, изучив отрывок, воспользовавшись всеми комментариями, какие найдете, поймете текст и скажете, вот теперь я понял текст, но он все равно мне не нравится. Вот вам план, как действительно пройти процесс освещения, потому что теперь вы выявили те места в Слове Бога, где то, что вам нравится, и то, что нравится Богу, это две большие разницы. И вы теперь знаете, в чем вам нужно меняться. Но что делают ученые своим критическим отношением к Библии? Когда они находят что-то в Библии, что им не нравится, они пытаются изменить Библию. В этом полный крах научного критического подхода к Библии. Итак, читайте Библию экзистенциально. Когда вы читаете Библию экзистенциально, то вы обнаружите под микроскопом себя, а не Бога. Это Бог подвергает вас суду, нежели вы пытаетесь быть судьей Слова Божьего. Третий основной принцип состоит в том, что вы толкуете повествовательные тексты посредством дидактических текстов. Библия объясняет вам истину тем, что сначала предлагает вам историю, рассказывает, что произошло, а затем в дидактической части, такой как послание апостолов, апостолы в своем учении объясняют значимость или значение повествования. Вы читаете о распятии Христа в четырех Евангелиях. Вы узнаете, что произошло однажды за пределами Иерусалима. Вы как бы наблюдаете казнь, распятие. Но далеко не все становится сразу ясным, как Божий день. И вы не сразу поймете, что на кресте произошло событие вселенского масштаба, «Искупление». Вам понадобится дидактическая часть Писания, которая разъяснит вам значение описанного повествований. Теперь что происходит, когда вы толкуете дидактические послания посредством повествовательных текстов? В богословии Пятидесятников проблема в том, что они толкуют Пятидесятницу абсолютно противоположно тому, как сам Новый Завет толкует Пятидесятницу. Ирония в том, что Пятидесятники слишком примитивно смотрят на события Пятидесятницы. Они пытаются подстроить смысл посланий апостолов своим идеям, которые они якобы берут из повествований Евангелий. Дела обстают еще хуже, так как беда современных евангельских церквей в учении об открытости Бога. Теперь они пытаются убедить всех, что Господь Бог в миссии. Это уже не Господь Бог в миссии. Господь теперь не знает всего. Он не знает, что вы собираетесь сделать, пока вы не сделаете этого. Он не знает, что вы скажете, пока вы не скажете этого. Якобы невозможно знать будущего, когда речь идет о моральных существах и их свободных действиях. Якобы Библия подтверждает учение об открытости Бога, потому что в повествовании мы находим, что Аврам приносит в жертву Исаака, а ангел Господень приходит и говорит, «Теперь я знаю, что ты послушен мне». Таким образом, они собирают целую кучу таких стихов, которые говорят о том, что Бог отменил наказание, или Бог раскаялся. Они говорят, «Видите, что Библия учит, что Бог меняет свои решения, Он не является неизменным, Бог узнает что-то, а значит, Он не является всеведущим, а значит, наше ужасное богословие верно». Они не обращают внимания на дидактические тексты Писания, которые учат, что Бог — это не человек, чтобы ему раскаиваться, которые разъясняют, что на самом деле Бог действительно знает, что вы скажете, до того, как вы это сказали. И хотя в повествованиях может быть сказано о Боге, как об имеющем какие-то человеческие качества, что Бог якобы узнает что-то, благодаря дидактическим текстам Писания, вы не придете к таким неправильным выводам о Боге. Это еще одно применение правила аналогия веры, что следует толковать Писание самим Писанием. Четвертое правило похоже на третье. Толкуйте неясные места Библии посредством ясных, а не наоборот. Если бы хотя бы это одно правило толкования соблюдалось, я уверен, что арменианству был бы нанесен смертельный удар. Так всегда происходит. Я уже не знаю, сколько раз я разъяснял доктрину об избрании, сколько раз я говорил об этом, а в ответ получал, «Ну хорошо, а как быть с Иоанна 3.16?» А что такого с Иоанна 3.16? Иоанна 3.16 говорит, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякие верующие в Него. Всякие верующие. Этот всякий верующий подчеркивается. Всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Я говорю, «Ну и?» Я слышу, «Видите, это означает, что у каждого человека есть моральная способность избрать Иисуса, и каждый, кто воспользуется этой моральной способностью выбрать Иисуса, спасется». Ну, знаете, когда я смотрю на Иоанна 3.16, я не могу найти в тексте этого стиха такого значения. Где это в тексте? Мне говорят, «Да это же очевидно». Нет. Вы вкладываете свой смысл в текст, а не делаете выводов из текста. Все, что текст ясно говорит, это «Все, кто делают А, не получат Б, а получат С». Все, кто верят, не погибнут. Все, кто относится к категории верующих, не будут включены в категорию тех, кто погибнет, но будут включены в категорию тех, кто наследует вечную жизнь. Вот о чем текст говорит ясно. Текст говорит, что случится с верующими в противоположность тому, что случится с неверующими. Говорит ли текст что-то в ответ на вопрос, у кого есть моральная способность уверовать? Нужно ли вам это перевести? Ничего. А что Библия в целом говорит ясно о способностях природного невозрожденного человека склонить себя ко Христу или к духовному благу и к Богу? Что наш Господь ясно учит, когда Он сам говорит, никто, никто, это общее отрицание, не может прийти ко Мне, если это не будет дано Ему Отцу. Учит ли где-то Библия, что мы в нашем падшем состоянии имеем в своей природе способность склонить себя ко Христу? Выбрать Иисуса, когда мы слышим Евангелие? Нигде. Господь Иисус Христос сказал, что ни у кого из нас нет такой способности, если только Бог, как обязательное условие, не наделит нас способностью ответить на Евангелие. Вот чему Библия ясно учит о нашей моральной способности. И это ясное учение, которое Иисус дает в Иоанна 6 главе, попирается немыслимыми выводами из Иоанна 3 главы. Тот же автор Иоанн, и только три главы разделяют эти стихи, и что, они уже противоречат друг другу? Не толкуйте ясные тексты посредством своих неясных выводов. Лучше толкуйте различные выводы людей и проверяйте их посредством ясного учения Библии. Лютер говорил, что следует толковать затуманенное посредством ясного, а не ясное посредством туманного. Пятое правило. Мы почти заканчиваем. Обращайте пристальное внимание на значение отдельных слов. Именно с этой целью мы стараемся достичь ясности в словах, в переводах Библии на английский язык, и не занимаемся этой динамической эквивалентностью, где слова не важны, важен только общий смысл. Знаете, так часто в Библии, в спорах, даже в споре Иисуса с сатаной или с фарисеями, победа определяется важностью значения одного отдельного слова. Так что нам нужно быть ценителями слов, ремесленниками, специалистами в библейских словах. Что мне нравится в Джоне МакАртуре, это то, что каждый раз, когда он разъясняет Писание, он сопровождает это не только множеством дополнительных стихов из других мест Писания, но говорит об одном греческом слове, о другом, и разъясняет значение этих конкретных греческих слов. И нам нужно обращать пристальное внимание на слова, потому что одной из наших трудностей является то, что в Писании одно и то же слово может иметь три или четыре, пять, шесть нюансов значений. Сколько раз Библия говорит о воле Бога? Как минимум, босемью разными способами Библия говорит о воле Бога, который из восьми находится в том или ином отрывке. Как насчет стиха? Бог не желает, чтобы кто погиб. Я уже весь в синяках. Так часто по мне бьют этим стихом. Бог не желает, чтобы кто погиб. Не желает в каком смысле? Если в суверенном, абсолютном замысле, когда Бог повелевает, чтобы так-то было, то в этом смысле воля Бога не может не исполниться. Или же речь идет о расположении Бога, что Богу угодно, что Бог не находит удовольствия в гибели грешника. Также важно значение слова «кто». Бог не желает, чтобы кто погиб. О каком «кто» идет речь? О жирафах? О будконосах? Об элинах? Какое значение люди впихивают в этот текст? Бог не желает, чтобы кто-то вообще из людей погиб. Тогда, если Бог не желает, чтобы даже один человек погиб, и речь идет о суверенной, абсолютной воле Бога, тогда этот стих учит очень многому для армяниан. Ведь тогда этот стих учит, что все люди будут спасены. Но когда мы посмотрим в текст, то слово «кто», что оно значит? В контексте оно означает «нас». Петр пишет, что Бог долго терпит нас. «Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб». Тогда кто такие «нас»? Очевидно, что это те, кому пишет Петр, кому он пишет. Мы проверяем, кому Петр писал послание, и кому он писал. Да, вы правильно догадались. Петр пишет в первом стихе первого послания «избранным». Тогда получается, что Петр учит ясно, что Бог не желает, чтобы кто из избранных погиб. Тогда это совсем не армянианский текст, а в полной мере кальвинистский. Если вы обращаете внимание на значение слов, что еще мы имеем? Спасется через чадородие. Правильно? Мы знаем, что значит слово «спасется». Это примириться с Богом. Перейдет из царства тьмы в царство света. Но еще в Библии слово «спастись» используется для обозначения любого спасения от любой опасности или беды. Так что, если вы спаслись от болезни, вы спасены. Если вы спаслись от поражения в битве, вы спасены. Есть много чего, от чего вы можете быть спасены. И нужно отличать это множество смыслов от всецелого спасения от грядущего Божьего гнева. Так что, когда Павел говорит, что женщина спасется через чадородие, он не говорит о том, что есть два пути спасения. Один путь спасения через оправдание верой для мужчин и оправдание благодаря рождению детей для женщин. Мы должны быть внимательными в понимании значения каждого слова в Библии. Следующее правило. Шестое. Мы должны учитывать в толковании различные литературные жанры текстов в Библии, например, поэтические тексты, которых в Библии много. Первое, что мы должны понять из основ поэзии, и я разъясняю это в книге, основные виды параллелизма при иудейской литературе. Приведу один пример. Открою книгу, где я цитирую из Библии короля Якова в Исайе 45 главе стихи 6-7 написано, «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу зло. Я Господь, делаю все это». Как много студентов подходило ко мне и говорили, «Вот же, прямо в Библии говорится, что Бог творит зло». Да, так написано. В Библии короля Якова здесь плохой вариант перевода. Опять же, есть 8 видов зла, о котором говорит Библия. В более поздних переводах говорится, что Бог творит мир или процветание, и Бог производит бедствие. Он производит благополучие, и Он производит бедствие. Здесь подчеркивается контраст. и если вы понимаете параллелизм, то вы сможете истолковать вторую часть стиха посредством первой части стиха. Вы увидите, что чему противопоставляется, и не будете одурачены недостатками перевода. Даже молитва Господня содержит параллелизм. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого или злого». Лукавый или злой. Непонятный вариант перевода, да, Джон? Здесь лукавый не среднего рода, а панирус мужского рода. И это имя, данное в Новом Завете, кому? Сатане. Иисус говорит, что когда вы молитесь, здесь идет параллелизм. «Не веди нас во искушение», то есть «не дай нам оказаться там, где мы подпадем и будем уязвимы атакам сатаны». Вместо того, чтобы допускать на нас атаки сатаны, «дай противоположное» и «избавь нас от лукавого злого», то есть от сатаны. Вот о чем мы молимся в молитве Господней. Таким образом, когда мы научимся распознавать простые формы параллелизма, это поможет нам избежать многих заблуждений в понимании Библии. Следующее правило, седьмое, мы должны понимать разницу между ветхозаветными притчами и законом. Закон предоставляет нам моральные абсолюты, сюда не входят прецедентные или законы на отдельный случай жизни, которые вы тоже можете найти в Ветхом Завете. Но в добавлении этим двум видам закона моральные абсолюты и прецедентные законы в Библии также есть притчи. И вот что может случиться, когда вы превращаете притчи в закон. Вы оказываете в полной неразберихе. Притчи от 6 глава стихи 4 и 5 говорят, «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Это хорошая притча для всех нас. Пол, тебе нравятся притчи? «Не отвечай глупому по глупости его, иначе будешь как он». Это притча. А что в следующем стихе? «Отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Некоторые люди говорят, что Библия полна противоречий. И вот одно из них в соседних стихах. Один стих говорит, «Не отвечай глупому по глупости его», а другой стих говорит, «Отвечай глупому по глупости его». Ты уж определись, Соломон, что ты хочешь сказать? У нас есть похожие ситуации в английских поговорках. Я скажу вам две классических поговорки. «Промедление смерти подобно». «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Можете ли вы применять одновременно обе притчи в полной мере, в полном содержании в любой ситуации? Помню, когда я был подростком, то праздно шатался по улицам до трех ночи, что, конечно, нехорошо. Я увидел приближающийся свет. О, нет. Это полиция. Когда я увидел свет, я побежал. Они включили сирену. Двое полицейских выпрыгнули из машины и побежали за мной по дворам пригорода в Плезент-Хиллз. Я побежал. Изо всех сил они орали, «Стоять! Стой!» И я прибежал к большой стене из деревьев и кустов. Я не мог представить, что там за этой стеной. Может, Ниагарские водопады? Но такая мысль пробежала в голове. Промедление, смерть и подобное. И у меня не было времени семь раз отмерять, прежде чем отрезать. Так что я сходу нырнул через эту стену и приземлился в какую-то песочницу на той стороне. «Я поднялся и побежал дальше. Они не смогли меня поймать в ту ночь, потому что я применил мудрость того, что я знал, что промедление, смерть и подобно». Видите, притчи дают нам общие принципы мудрости, которые в определенных обстоятельствах показывают нам, как мудрее поступить. Поэтому иногда мудрым будет не отвечать глупому по его глупости. А иногда более мудро будет использовать адхоменем аргументы, сводя их к абсурду, чтобы показать глупому глупость его глупости. Восьмое, девятое, десятое правила за 60 секунд. Дух и буква закона. Это опасный момент. Я слышал уже много раз в христианской среде, что фарисеи были виновны в том, что соблюдали букву закона, но игнорировали дух закона. И Бог хочет, чтобы Божьи люди соблюдали дух закона, а не букву закона. Нет. Бог хочет от Своих людей, чтобы они соблюдали и дух закона, и букву закона. Порой мы находим в себе оправдание, нарушая закон Бога и говоря, «Я соблюдаю дух закона», но при этом попирая слово Божье. Так что мы должны обращать внимание и на дух закона, и на букву закона. Правило 9. Будьте осторожны с применением новозаветных притч, помня, что в большинстве случаев притчи не могут толковаться аллегорически. Как минимум одна притча является аллегорией, но большинство из них нет. Большинство притч имеет только одно основное значение, и если вы начнете искать в каждом элементе притчи какое-то тайное значение, вы вовлечете себя во множество серьезных заблуждений. Таким образом, есть специальные правила, применимые к толкованию притч. Будьте осторожны с ними. Наконец, будьте осторожны при толковании предсказывающих пророчеств. Будьте ответственными толкователями Священного Писания. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Его силу, чистоту, красоту, более всего, за Его истинность. Аминь.